Здравствуйте, дорогие друзья! А также удостоено в 2012 году звание пионера в ультразвуковой диагностике проблем опорно-двигательного аппарата. И эта диагностика имеет огромные преимущества по сравнению с другими диагностическими методами, такими как MRI, рентген и кецкин. Почему? Потому что исследования проводятся прямо в офисе во время приема, так что не надо дополнительно никуда ходить. Исследования проводятся в динамике, то есть можно посмотреть, что происходит, например, в суставе в процессе болезненного движения. Ни один из вышеперечисленных тестов это не делает. Ультразвуковое исследование абсолютно безвредно, так как не имеет радиации. И что очень важно, ультразвуковая диагностика не противопоказана при наличии пейсмекера и дефибриллятора, так как не имеет электромагнитных волн. Телефон у вас на экране, адрес тоже. Лариса Ликвер принимает в Бруклине, на Бейпарковой. Один раз в неделю она принимает в Манхэттене на 5-й авенею. Это всего один блок от Grand Central, так что кому удобно, могут приехать туда. Но Лариса Ликвер еще огромный специалист нетрадиционной медицины. Она владеет такими методами, как пролотерапия, невропролотерапия и другими подобными методами. Что это такое? Это безоперационные методы, которые укрепляют и восстанавливают прочность и функцию поддерживающих структур сустава, которые играют жизненно важную роль для восстановления работы суставов и, соответственно, победы над болью. Также должна сказать, что Лариса Ликвер является единственным русскоговорящим врачом, чем мы очень гордимся, в совсем небольшой группе ведущих ученых, врачей, которые занимаются проблемами суставов. И они один или два раза в год выезжают в неблагополучные страны, бедные достаточно, как правило, это Южная Америка, где разбивают палатки и совершенно безвозмездно лечат людей. Помимо прочего, это еще и конференции, это обмен опытом. Каждый из этих врачей творчески очень делает свое дело, поэтому у каждого накапливают свой опыт, свои наблюдения, они этим делятся. Новые методы они сначала опробуют на себе, а потом уже, так сказать, используют на пациентах. Так что, друзья мои, со всеми проблемами, связанными с опорно-двигательным аппаратом, обращайтесь к Ларисе Ликвер. Ну что ж, мы возвращаемся с вами, и я вам должна сказать, что у нас сегодня в гостях совершенно потрясающий человек, выдающийся актер, народный артист Грузии Борис Михайлович Казенец. И вы знаете, наша работа творческая каждую минуту, потому что интернет, с которым мы всегда боремся, в этот раз подкачал, к сожалению. И поэтому Борис Михайлович будет по телефону, но у нас его красивые есть фотографии. Вообще, должна я вам сказать, что наша программа посвящена его 70-летней деятельности жизни на сцене. Борису Михайловичу 92 года. Он по-прежнему невероятно красив, обаятелен, у него светлый ум, у него неугасающая творческая энергия. Он изумительно разговаривает, он потрясающе играет, он постоянно пишет инсценировки, он все время что-то... Это вообще человек совершенно уникальных жизненных возможностей, и мы ему желаем и дальнейшей долгой жизни радовать нас еще долгие годы. И я хотела бы, чтобы мы начали нашу программу с небольшого слайд-шоу, которое называется «70 лет на сцене». Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 там происходило. Вот эту роль я очень люблю. Это тоже одна из всех ролей, на которые тут же появилась рецензия в Центральной газете города Ростовской области. Вот. Потом была Вена. Ну, Вене, Вене, пожалуй, вот то, что женить в Абелуге на Островского. Это второе мое такое знакомство, такое реальное, потому что дипломный спектакль был «Трудовой хлеб» Островского. И вот здесь женить в Абелуге на тоже этот Агишин. Это приблизительно одного такого типа этот человек. Очень интересная роль. Потом был Ростов, ну, Ростов, театр комедии, мораль Пани Дульской, Сбышко. Это, ну, изумительно. С этим спектаклом связано очень интересный один эпизод. Если бы было время, я бы рассказал. Но в двух словах буквально. Мы гастролировали в Сочи, в этом огромном, великолепном зале с театром комедии. И у меня была сцена, где я делаю перебежку в темноте за кулисами. За кулисами. Надо было и с правого стороны перебежать в левую. А нас смотрел один из членов правительства. Не помню, то ли Каганович, то ли Микоян. Кто-то смотрел. Во всяком случае, когда я бежал в темноте в том гриме, в котором я играл Сбышко. Это такой мерзавец. Вот. Меня схватили в башнике и потасили, думая, что я бегу к этой лошади, чтобы убивать этого. Еле-еле отбазарились, и я вышел из СССР. Но это вот так вот. Девушка с кувшином. Вот начинаются мои Дон Хуаны. Театр Горького. Ну, в Театре Горького это одна из самых любимых моих, конечно, ролей. Это Стэнли Ковальский в «Трава и желание». И вы знаете, прежде... Я не буду рассказывать, как я играл. Я расскажу только один эпизод. Когда мы приехали сюда в Америку, то Бабель, это внук Бабеля, он организовал театр имени Станиславского, но на английском языке. И он ставил «Идиот» Достоевского. Он пригласил меня на Тотского. Когда мы с ним разговаривали, на лестнице стоял юноша такой. Ну, не юноша, уже где-то 20-25 лет. И он долго на меня смотрел. После этого он подошел и спросил, скажите, пожалуйста, это не вы играли Стэнли Ковальского в Ростовском театре Горького? Обалдеть! Я говорю, да, это я. А я тот мальчик-художник, который на самом верхотуре, там был цех, этот подделочный цех. Он говорит, я Маляриев. И что я должен вам сказать? Что когда вы орали «Стелла, стелла», то говорят, что автобусы и трамваи, проезжающие мимо театра, останавливались, потому что там небольшой садик, и думали, что кого-то грабят. Больше не буду ничего говорить о Стэнли Ковальском. В этом же театре через какое-то время я играл царя Федора. Я должен сказать, что вот интересно, царя Бориса. У меня с Борисом такая встреча. В трамкружке, когда был Пушкинский вечер, мне было уже где-то 17 лет, 16-17 лет, меня загримировали. Я помню, что пришел гример из театра музыкомедии. Очень хорошо, между прочим, красиво загримировал. И я читал монолог Бориса Годунова. И вот через многие годы в этом же самом Ростове в спектакле Толстой, Алексей Толстой, царь Федор Иоаннович. Я играл Бориса Годунова. Играл со своим другом, незабвенным, великолепным народным артистом Советского Союза, Мишей Бушновым, которого, к сожалению, уже нет. Вот. Играл Горина с судью Криона в этом забытие. Перм. Пермский театр. Это тоже целая история, потому что там я играл оттелло. То есть в оттелло я играл Яго. И это было тоже необычное явление, потому что у меня Яго, во-первых, был блондин, во-вторых, он был, ну, очень, извините, но очень красивым. Я ничего не мог сделать с собой. Вот. И вот такой вот Яго был. Он был, он любил, он любил. Ну, что делать? Кстати, вот этот спектакль увидел, когда вы были на гастролях в Сочи, увидел директор Двилисского театра имени Грибоедова. В антракте именно сказала женщина, что вас ждет какой-то грузин, он хочет войти. Он вошел, вошел раньше нос, потом он, как все равно до Берджераки. Это Поколе Иванович. И первый вопрос у него был, сколько здесь тебе платят? Ну, я сказал 120, он говорит, я тебе даю 140. Короче, мы сговорились. Он предстал у меня, потом труппи, это они в это время в Сухуме гастролировали. Что я играл-то? Ну, продолжаем Пермс, все-таки, потому что одна из самых интересных ролей и... Это учитель танцев. Алло-алло. Да, Борис Михайлович, учитель танцев. Я жду рассказ про учителя танцев. А, сейчас про учителя танцев идет? А, ну это Рязань, это следующий. Учитель, ну, учитель танцев, это уже, это, это интересный момент в моей жизни, потому что ради этой роли, Симочка, вы меня слышите? Да, я очень хорошо вас слышу, Борис Михайлович, все нормально. Из-за этой роли я, из-за этой роли я все морали театральные порвал. Это так не бывает, так и не поступает. Я каюсь, но я сделал большое для себя дело. Значит, я узнал о том, что из Москвы, в общем-то, ну, выгнали Анатолию Анатолия Эфроса, да, и он был назначен художественным руководителем, можете представить, Эфроса, в Рязань. Вот. И в Рязань, и в Рязани его ученик, Петр Штейн, ну, тоже вы, наверное, многие из вас видели, его бенефисы знаменитые по телевидению, потрясающие. Вот этот Петя должен был что-нибудь ставить. Я, когда это узнал, я позвонил директору театра Рязанского и сказал, я вас очень прошу, возьмите меня в театр. Я хочу, я хочу работать с этим человеком. Я хочу, я хочу увидеть этого человека, помните, Пугачев, Есенин. Вот. Я хочу работать с этим человеком. Он говорит, позвоните через пару дней. А что бы вы хотели? Я говорю, учитель танца Вальдемара. Я танцевал неплохо. Когда-то. Вот. И Эфрос согласился. И мы работали с Петром Штейном. Этот спектакль, этот спектакль, на премьеру этого спектакля приехало пол Москвы. И Эфрос, и художественный руководитель театра Центральной театрации, там Голубкина искала себе партнера. В это время Зельдин уже, ну, уже не мог. Он уже должен был с этой роли уйти. И искали долго этого. Ну, я, я, я не понравился. Ну, не то, что не понравился, не подошел, наверное, я не знаю. Ну, бог с ним. Во всяком случае, я сыграл, я сыграл эту роль, и это видел Анатолий Эфрос, и это был Петер Штейн, который потом стал просто выдающимся, по-моему, театральным режиссером и телевизионным режиссером. Вот такие дела. А самое главное, что они потом после, после премьеры завалились к нам и были сделаны, наверное, тысячи пельменей. И мы ели пельмени. Вот мы ели пельмени. Ели пельмени. Борис Михайлович, но вот я хотел бы, чтобы мы перешли к Тбилиси, где вы 25 лет были на сцене, но я предварить хочу, это у нас есть видео, это юбилейный визит Бориса Михайловича в Грузию, в Тбилиси. Давайте посмотрим. Пять раз мы там были соседы. Да. И начинает, да, и начинает, Борис Михайлович, и начинает это видео ваша бывшая партнерша, да? А, да, да. Ну, Люсенька, это она, да, говорит? Она говорит. Давайте послушаем. Да, посмотрим. Я очень давно знакома и дружна с Борисом Михайловичем. И вот могу сказать о нем, что вот особенно хочется отметить, он человек неугомонный. Я не помню, вот он в нашем театре в общей сложности проработал четверть века, сыграл более 50 ролей. Я не помню ни одного раза, чтобы Борис Михайлович отдыхал в доме отдыха, на курорте, в санатории. Этого не было никогда. Каждый свой отпуск он садился за руль автомобиля, брал свою семью, и отправлялся в путешествие. Он объехал почти весь Советский Союз. Он несколько раз проехал Золотое Кольцо. Он доехал до Соловков. В России, по-моему, не осталось ни одного собора, ни одной церквушки, ни одного монастыря, где не побывал Борис Михайлович. Он сам делал макеты церквей своими руками из спичек. Я это видела. Это настоящие произведения искусства. Борис Михайлович прекрасный семьянин, замечательный отец, муж. Но основная его любовь это, конечно, театр. Им он живет, им он дышит всегда и сейчас продолжает жить так же. Еще хочу отметить, что Борис Михайлович человек неравнодушный. Ему-то всего есть дело. Я помню, как он каждый раз приходил на спектакль на два, на три часа раньше и проверял сам абсолютно все, потому что он считал это правильно, что в театре важно все. Свет, звук, декорация, грим, костюмы, реквизит и состояние актера. И он проверял, и он никому спуска не давал. И если находил где-то какие-то недоделки, человек, по чьей вине это было, получал по полной программе. На этой сцене в замечательном спектакле присутствующего здесь Гизо Жордания устами своего героя Бачана Ромишвили Борис Михайлович сформулировал закон вечности, который звучит так. Мы, люди, пока живы, должны помогать друг другу, должны стараться обессмертить души друг друга. Ты мою, я другого, другой третьего, и так до бесконечности. Союз Русский Клуб выпустил книгу о творческом и жизненном пути Бориса Михайловича, которая так и называется «Закон вечности» Бориса Казинца. По окончанию сегодняшнего вечера каждый из вас получит эту книгу в подарок. А если кто захочет сделать подарок своим друзьям, порадовать их, пожалуйста, вы можете взять два-три экземпляра. Мы будем очень рады. А сейчас встречайте народный артист Грузии Борис Михайлович Казинец. АПЛОДИСМЕНТЫ Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили и любили, и... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, да, да. Венец и каждой человеческой жизни есть память о ней. Вот такую формулу придумал Великий русский писатель, нобелевский лауреат Иван Бунин. А один из персонажей пьесы на дне, не менее талантливого Максима Горького, восклицает в карете прошлого, далеко не уедешь, какая ерунда. Прошлое – это не то, что прошло. Прошлое – это то, что осталось. Борис Михайлович, ну вот, вы слышали тоже, вы знаете, этот фрагмент. Я должна сказать, друзья мои, так как у нас впереди очень много отрывков, я, знаете, сегодня подобрала как можно больше иллюстраций, что вы все же артист – это то, что он делает, это его роли. И самая лучшая и большая точная характеристика, когда зритель видит актера, то, что он делает, и понимает, что это за личность. Но просто вы в театре сыграли такое количество ролей, что говорить об этом в наших оставшихся пяти минутах невозможно. И Островский. Да, одно слово только. Вот это вот «Русские в Грузии», это же, эта книжка называется «Русские в Грузии». И там на обложке, на обложке мы, ну, поскольку мы не можем показать, я хочу одну надпись все-таки прочесть. Он не Марлон и не Брандо, он наш тбилийский от и до, но крестный вылитый отец Батона Боря Казини. Борис Михайлович, ну, при всех ваших ролях, я просто зачитаю, что Шукшин, Думбадзе, Бернард Шоу, Дюремат, Катешевили, Жемяк, Грибоедов, Шатров, Родзинский, Лунин и так далее. Но я хотела бы, Борис Михайлович, чтобы мы успели до перерыва. Потрясающая история. Дело в том, что Борису Михайловичу удалось помирить Сандро Товстоногова, сына великого режиссера театрального Товстоногова. И ведь он работал, Сандро. И Сандро был выдающийся тоже режиссер. Но, вы знаете, жизнь в тени великого отца – это очень тяжелая история. Борис Михайлович, расскажите нам, как вам это удалось? Да, буквально несколько слов. Мы гастролировали в Вильнюсе, и однажды нас вызывает, ну, опять же, на своей машине. Свету и меня вызывает Сандро и говорит, Светлана Ивановна, вы переговорщик у нас великий, а у меня папа отдыхает в Паланге с Лебедевыми, там, ну, со всеми этими ребятами в Доме творчества. Ну, сделайте. Он не видел ни одного моего спектакля. Я вас очень прошу, сделайте так, чтобы он приехал в Вильнюс. Сами привезите, или пусть он прилетит. И мы поехали. И мы ехали, это где-то около шести часов. Потом мы нашли этот дом отдыха, мы туда вошли, рассказали, в чем дело. К вечеру мы сели и выпили изрядно. И Лебедев был, и Георгий Александрович, и поехали на следующее утро. Он согласился. Это было, это пять часов было счастья. Рядом со мной сидел Великий. Не просто так, а вот, вот просто это сам. И когда мы, и каждая реплика его, каждая, это было что-то невероятное. Значит, когда мы подъехали, проезжали мимо Каунас, он сказал, я бы хотел посмотреть этот Чурлёниса, музей. Там, это Чурлёнис, это их национальные художники и композитор, все. Никого не было в музее, мы ходили. Он долго-долго ходил, и потом сказал, что ему не понравилось. Я не буду говорить слова точные, какие он сказал. Вот, музыка, он сказал, ничего. И потом, и он сказал, знаете что, а давайте, а провезите-ка вы меня к чертям. Я не сразу не сообразил, что делаю. Испугался, думаю, что такое. Оказывается, музей чертей, ну, знаменитый вильнюсский музей чертей. Мы приехали, мы смеялись, мы ржали. Он как ребенок был. Ему так нравились все эти черты. Там действительно же музей совершенно гениальный. И вот, и мы привезли его, и он посмотрел спектакли. Это был для нас праздник, конечно же. Он сделал разборку, такую своеобразную, конечно, не театровеческую, а такую театральную, комнатную как бы разборку. И вот, почему, не знаю, мне говорят, ну, как же так вы не знаете грузинский язык? Я плохо, ну, вообще почти не знаю. А вот в чем дело. Маэстро сказал, дорогие мои, вы академический русский театр в Грузии. Вы не имеете права разговаривать с таким напевным акцентом грузинским. Забудьте язык грузинский. Говорите только по-русски, что я и делаю до сих пор, потому что английский тоже не очень хорошо знаю. Борис Михайлович, но, конечно, это ваша историческая роль в этом. Но я думаю, может, мы как-то, знаете, еще раз соберемся и сделаем просто по Грузии вашей, по ролям. Но сейчас, вы знаете, друзья мои, приближаясь к нашему перерыву и выходу на рекламу, рекламный блог, я хочу сказать, что Борис Михайлович переехал сюда, в Соединенные Штаты, и в 91-м году ему удалось создать здесь, в пригороде Вашингтона, любительский театр «Надежда», в котором играли эмигранты. Потом театр переименовали в театр Бориса Козинца, и, наконец, в сезоне 2006 года он стал называться театром русской классики. То есть, вы понимаете, да, человек настолько творческий. Я уже не говорю о том, если я опять направляю вас к нашей передаче, где очень подробно Борис Михайлович рассказывает о трудных первых годах. Он был вообще невероятен. Он ночами лепил пельмени, при этом вещал ночами на «Голос Америки», при этом репетировал у Журбина в «Блуждающих звездах» и так далее. Невероятный человек. Так что, Борис Михайлович, дорогой, мы уходим на рекламную паузу, так что оставайтесь с нами, и после перерыва мы уже расскажем о американской жизни Бориса Козинца. Ваши близкие всегда окружали вас максимальной заботой. Пришло время ответить им взаимностью. Один из лучших реабилитационных центров класса «Люкс» в Нью-Йорке готов восстановить их здоровье после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Русскоязычный персонал, все необходимые доктора под одной крышей, домашнее питание и развлекательные мероприятия для благоприятного восстановления. Реабилитационный центр «Шурвью» – один из лучших в Нью-Йорке, но самый лучший для ваших родных. Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Ауэр Экстерминатор» 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает «Ауэр Экстерминатор» от остальных. «Ауэр Экстерминатор» поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно 1-888-996-9839. Самая быстрая, безболезненная и эффективная процедура восстановительной венопластики проводится в сосудистом институте «Синай Диагностикс» автором новейшей методики доктором Дэниелом Саймоном. «Синай Диагностик» для меня просто открытие. Я не подозревала, что можно так быстро провести эту процедуру. «Синай Диагностикс» 718-615-4100. Здесь не только вылечат вас, но и справят чужие медицинские ошибки. Лечитесь у лучших. По статистике специалистов Davidson Ambulance Assist русскоязычное население Америки отличается тем, что вызывает скорую помощь в последнюю минуту. Стоит ли говорить, что часто последняя минута – это слишком поздно. Забудьтесь о своем здоровье вновремя. Запишите телефон скорой помощи Davidson Assist. 1-888-710-0303. Здоровье ваше вам решать. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-80-05. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Своните сейчас. 718-303-80-05. Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях уникальный совершенно человек. Борис Михайлович Казенец, народный артист Грузии. Ну, вновь, как всегда, я вам во второй части напоминаю о докторе Ларисе Ликвер. И если вы страдаете от болей в коленях, то вы можете избавить от нее очень быстро и без операции и шрамов. Потому что доктор Лариса Ликвер обязательно поможет вам в ее современном центре физической медицины и реабилитации. Она делает специальный такой тритмент. Это процедура обведения специальной смазочной жидкости в коленный сустав под контролем ультразвукового оборудования, гарантирующая точность попадания препарата в сустав. Данный метод не имеет побочных эффектов. И доктор Ликвер также специализируется в лечении различных причин суставных болей. Остеоартриты, подагра, бустит, ущемлении сухожилий мышц плечевого сустава, синдрома карпального канала, боли онемения в руках и ногах, боли в шее, спине и пояснице, ограничение свободы движения в плечах, коленях, тазобедренных суставах, спине и других зонах. Так что с любыми вопросами по проблемам опорно-двигательного аппарата и для записи на прием, звоните по телефону, который у вас на экране. Также адрес Ларисы Ликвера она принимает в Бруклине и на Бэй-Парквей, и один раз в неделю она принимает в Манхэттене. Так что кому удобно, могут приехать к ней туда. И также еще хочу добавить о том, что, к разговору о коленях, что иногда, знаете, у людей, у которых хронический, вялотекущий воспалительный процесс в колене, собирается жидкость, и очень тяжело ходить, и больно. Вот Лариса Ликвер промывает колено, потом вводит лекарство специальное, и 80%, как правило, эта процедура, 80% помогает. Так что, друзья мои, если у вас подобные проблемы, пожалуйста, приходите к Ларисе Ликвера, как и по любым проблемам, связанным с опорно-двигательным аппаратом. А мы вновь вместе с вами. Я, друзья мои, вновь хочу извиниться. Дело в том, что нас подвел сегодня интернет. Но Борис Михайлович у нас на линии, он у нас на телефоне, и у нас очень много видео. Поэтому, значит, опять его красивые фотографии. И мы вновь приветствуем Бориса Михайловича в студии. Борис Михайлович, еще раз здравствуйте. Спасибо, спасибо. Борис Михайлович. Борис Михайлович, мы с вами приехали в Америку. Уже я рассказала про вышегероические первые годы. Хотела бы, вы знаете, спросить вас и как-то немножко подольше поговорить о ваших моноспектаклях благодаря моему изумительному коллеге и другу Илье Граковскому, который вел столько лет программы на RTN. Мы с ним вместе работали очень долго. И он был очаровательный человек, невероятно знающий и очень преданный своему делу. Потрясающе. Да, и вот Борис Михайлович, благодаря Илье Граковскому тоже попал, так сказать, на глаза зрителей. Потому что, может быть, какие-то вещи мы бы и не знали. И, Борис Михайлович, вот ваши моноспектакли. Один по «Мертвым душам» Гоголя и «Мопассан». У нас есть и то, и другое. Скажите мне, пожалуйста, каким образом вот гигантский роман «Мертвые души» можно было соединить, как вы вообще это делали? Вы же там сыграли все роли практически. Ну да. Я должен сказать, что Гоголь – это моя болезнь. Вы еще в школе, в школьном драм... Не во «20 пионера», а в школьном драмкружке мы сыграли «Как поссорились Иван Иванович Иван Никифорович». То есть мы это самое... Мы играли, и я читал много его. На вступлении в театрный институт я читал «Отворились ворота», и оттуда вылетел, ну, про Андрея, это Тарас Бульва. В общем, это был мой. Это был мой человек. И поэтому, когда, ну, собой некогда было заниматься, я создал театр, которым нужно было, и пиртуар театра, вы же видели, это совершенно невероятно. Я даже не понимаю, как я это сделал, но ребята уже разъехались, кого-то нет в живых. И постепенно, постепенно я уже начинал думать о том, что нужно что-то, какой-то тыл должен быть. А тыл какой? Я сам. Я сам должен держать на себе. И поэтому возникло уже вот это самое... И были небольшие моноспектакли такие концертного типа, «В карете прошлого» или «Жизнь пройти, не поле перейти» по Стернаку. Вот. И в конце концов, и в конце концов, я начал просто писать. Писать сценарий. Вот. И обложился бубага, все это самое. Написал этот сценарий. И это... Я, да, как... Вы знаете, сыночка, это трудно сказать. Вот как же я... Это сейчас вот я, когда думаю, как же это... Это же каждый образ надо было... У меня вот очень жаль, что у нас нету видео, потому что в Дбилиси один очень известный фотомастер сфотографировал мертвые души по ходу действий. Я ведь с этими мертвыми душами 10 спектаклей сделал в Дбилиси. Меня же пригласили помимо тех конференций, куда мы ездили со Светой. Мы пять раз уже были в Дбилиси. Но я там играл, полные залы, 10 аншлагов было. И он фотографировал каждое мое почти движение. Изумительные фотографии. Я смотрю, ну, очень разные. Вот не знаю, как я... Трудно сказать. Борис Михайлович, я не буду вас пытать. Я просто хочу, чтобы наши зрители увидели... Это была коробочка. Увидели этот фрагмент. Но это Чичиков, Борис Михайлович. У нас Чичиков. Давайте посмотрим. Да, давайте. Чичиков в качестве поверенного. Прежде расположивший всех, кого следует, объяснял секретарю опекунского совета, вынимая взятку и вручая ему. Половина крестьян в этом имении повымерла. Так, чтобы потом не было никаких привязок. Так ведь по ревизской сказке они числятся, сказал секретарь опекунского совета. Через лица ответил Чичиков. Ну, так что же вы орабели, сказал секретарь опекунского совета. Один умер. До подачи новой ревизской сказки, да приобретите, положим, тысячу, да положим, опекунский совет даст по 200 рублей на душу. Так это же, ой, 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 это же 200 тысяч капиталу. И время очень удобное. Недавно была эпидемия. Народу повымерло, слава тебе, Господи, немало. Конечно, трудно, хлопотно, да и страшно, чтобы опять как-нибудь не досталось. Ну, так ведь дам же человеку на что-нибудь ум. Да и то хорошо, что предмет покажется многим невообразимым. Ну, кто ж может в это поверить, правда, без земли ни заложить, ни продать. Так я их куплю на вывод, на вывод. Нынче земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром. Голубчики мои, и переселю в Херсонскую вас губернию. Пусть там поживут покойники. Силипан! Силипан Петрушка! Едем! Ну, изумительно совершенно, Борис Михайлович. И после этого Мапасан. Ну, совсем другой персонаж. И почему именно Мапасана вы решили взять? Ну, опять же, это привязанность. Это привязанность к юности. Я обожаю. Обожаю. Я Мапасана обожаю еще потому, что его... Потому что Андрюша Миронов. Каждый раз, когда что-нибудь он играл, я вспоминаю произведение Мапасана. У меня такое впечатление, что он вечный милый друг. Это мой любимый актер. Я его обожаю. И поэтому у меня начинался с этой песенки, когда он перечисляет этих женщин. Когда он едет, вот с этого спектакля начинает. Вот. И поэтому... И самое главное, что это же возраст не давал мне возможности ставить. И тогда я еще раз, перечитывая, увидел одну фразу. Там всего одна фраза. Когда одна из его любимых женщин, вот из редакции, которая имела газету эту, она сказала ему, а вы записываете, милый друг, записываете каждый день какие-то ваши заметки. И он это сделает. И вот тут-то я понял, что вот в этом все и дело. Я тут же... Ему может быть сто лет. Ему может быть... Пока он говорит, он может перечитывать это. Он же записывал. И вот я, у меня начало было в кресле, где я перечитываю, как бы, ну, перелистываю все эти дела своей жизни, потихоньку втягиваюсь в игру. И очень тактично играю этого самого милого друга. Поэтому это называлось дневник, да, милого друга? Да, дневник, конечно, дневник. Да, давайте посмотрим, Борис Михайлович. Вот я хочу, чтобы наши зрители думали. Пожалуйста, с удовольствием. Реклама увеселительного заведения на Мон-Маркре устала огнями и бросала снопы света на четыре прилегающих к ней улицы. И в Форисе отправился прямо к входной двери, я его задержал. Мы забыли купить билеты. Да нет, со мной не платят. Три контролера поклонились ему. А Капельдинерша заперла нас в деревянном, обитом красном материи ящике под названием «Ложа». На сцене трое молодых людей проделывали по очереди, одетые в черное трико, проделывали акробатические номера на трапеции. Меня не увлекала сцена. Я не отрывал глаз от прохода, в котором толпились мужчины и проститутки. Одна из этих женщин уставилась на меня, кивком головы подозвала проходящую мимо подругу. Глянь-ка, какой красивый малый. Если он захочет меня за десять луидоров, я соглашусь. Пальцы мои нащупали два луидора. О-хо-хо, дружище, это она о тебе. Поздравляю, ты пользуешься успехом у женщин. Занавель закрылся. Знаешь что, пройдем-ка в сад, выпьем еще по кружечке пива. Мы расположились в близлежащем кафе, пили пиво, оглядывали публику. Вдруг появилась та самая полная брюнетка. Она улыбнулась нам, как старым знакомым. Подошла, взяла стул, поставила напротив меня, крикнув «Гарсон, два гренадина!» «А ты не из робких!» – заметил шар. «Да, твой дружок скружил мне голову. Честное слово, он душка. Если он, я боюсь, как бы сегодня из-за него я не наделала глупостей». «Спасибо, котик!» – сказала она, выпив гранадин и, покачивая бедрами, пошла к выходу. «О, ну что я тебе могу сказать? Ты действительно нравишься женщинам. Этим надо воспользоваться. С этим можно далеко пойти. Ведь, в конце концов, женщины-то и выводят нас в люди». – Борис Михайлович, вот на этой исторической фразе я обязательно хочу сказать о вашей жене. – Пожалуйста. – Феноменальной совершенно жене, Светочке, без которой точно, как вы сами говорили, я цитирую вас, может быть, ваша судьба сложилась по-другому. Она действительно потрясающий человек. Она была замдиректора театра Грибоедова в Тбилиси. Она организовывала все эти ваши бесконечные гастроли. Она была вам здесь поддержкой. И вообще это такое счастье, что в вашей жизни встретилась такая чудесная женщина. Я вас поздравляю с этим, Борис Михайлович. – Спасибо. Ну, о чем вы говорите? Это, в общем-то, 75% вообще моего проживания на этой земле. 25% отдаю театру, так и будет. – Борис Михайлович, ну вот вы же, Борис Михайлович, не останавливался, друзья мои. И он все время в работе, он все время придумывает какие-то спектакли. Причем в силу того, что нет, предположим, возможностей, прежде всего, материальных и театра такого. То есть возникают вот эти вот новые формы, совершенно блистательно, как вы видели, где все делается Борисом Михайловичем. Опять отсылаю вас к контакту, который был 30 августа 2021 года. Там Борис Михайлович очень подробно рассказывает, и мы цитируем, потрясающий совершенно спектакль, где он соединил Пушкинского графа Нулина и Лермонтовскую Тамбовскую казначейство. Это было так элегантно и красиво, пожалуйста, посмотрите. У нас просто нет времени на все, и мы не хотели повторяться. Но я хотела бы, Борис Михайлович, чтобы подтверждение своих слов, чтобы мы посмотрели вот ваш юбилейный концерт, который прошел в Вашингтоне в связи вот с 70-летием вашим на сцене. И это старый портной в спектакле по Бабелю. Что это было, Борис Михайлович? Это старый портной? Нет, это спектакль одесских авторов. И все, и там три автора, которые написали пьесу «Одесса, поезд, Одесса, мама». Вот это у Макса Горохова. Макс Горохов, чудный режиссер, чудный мой приятель. Я бы сказал даже, ну, пожалуй, это и друг тоже мой. И он меня вот занял в этом спектакле. Очень небольшой кусочек. Это, знаете, это песня Розенбаума на еврейском портном. Вот. Только эту музыку он убрал, саму мелодию. Он бы взял великолепного скрипача из Карнеги Холла, который играл настоящие еврейские песни, напевы. А я читал это как стихи. И, в общем, это произвело колоссальное впечатление. Особенно я же там еще и подтанцовываю. Что привело зрителей вообще в восторг. Борис Михайлович, мы сейчас посмотрим. Давайте посмотрим этот короткий фрагмент. Было время! Были силы! Ну, спасибо. Спасибо. Да, ну, спасибо. Воды волосы скосили. Вытяни мое пальто. О! Восьмой. Желодень умрит. Как он сказал, что все проходит. Гуз проходит. Вверх проходит. А-а-а! Тихо. Так ворою. Слезы над местечным. Высоки и яркие. А я себе пою. А я себе краю. Ну вот, короткий совершенно фрагмент. Борис Михайлович, у меня для вас сюрприз. Вы знаете, в прошлый раз я вам тоже делала сюрприз. И сейчас у вас тоже сюрприз. Тоже с изумительной женщиной. С блестящей актрисой. Анной Варпаховской. Я думаю, наши зрители многие ее знают. Вы много с ней играли. Я ее попросила, чтобы она рассказала нам о вас. И мне кажется, это получилось очень интересно. Давайте послушаем. Ну давайте, с удовольствием. Прекрасно. С Волчим Казинцом мы познакомились в далеком 1999 году, когда только созданный нами театр, мной и нашим замечательным режиссером Григорием Зискиным приехал на гастроли в Вашингтон с одним из наших первых спектаклей «Упокоился Достоевского. Дядюшкиным сном». После спектакля Борис Михайлович вышел на сцену, сказал очень много теплых, замечательных слов. Я тогда узнала, что это звезда Вашингтона театрального, народный артист Грузии Борис Михайлович Казинец. Вот с этого момента мы подружились, и далее мы стали приглашать Бориса Михайловича участвовать в наших проектах. Это удивительно, с какой легкостью он собирался в далёкий путь из Вашингтона к нам в Монреаль, и всегда был безотказен к любым предложениям. Он играл у нас несколько ролей. У нас очень был тяжёлый всегда график репетиций, практически они длились целый день, а потом, когда спектакль был готов, мы начинали ездить по всем городам и весям Америке и Канаде. И зачастую приходилось целый день колесить в машинах, потом разгружать декорации, ставить, гладить костюмы, играть, потом опять собирать и ехать дальше в другой город. И сколько бы я ни слышала жалоб от разных артистов, у нас их перебивало очень много. Я так и недавно посчитала, человек 70 участвовал в наших проектах. Борис Михайлович никогда не жаловался. Он просто невероятный фанат театра, и для него дело, спектакль – это стоит всегда на первом месте. Он недавно мне сказал, что он сыграл в жизни своей более 200 ролей. Я так думаю, что это всё очень значимые роли мужского репертуара, и, наверное, нет никакого смысла перечислять. Лучше, наверное, перечислить то, что Борис Михайлович не сыграл. Он настолько всегда обладал знаниями театрального дела, чутьём, что даже нашему режиссёру Брише Зискину особенно не приходилось смешаться, потому что он знал, что в результате Борис Михайлович роль создаст. И даже когда, я помню, Гриша очень смутила, как он подошёл к трактовке образа владельца похоронного бюро в комедии по пьесе Шино «Будьте здоровы», у нас это называлось «Миллиард для наследников», он избрал какие-то очень резкие, очень гротесковые краски. Это немножко расходилось с тем, как в спектакле работали другие актёры, но в результате, к нашему великому удивлению, сложилось совершенно невероятный персонаж, который прекрасно принимался замом, потому что Борис Михайлович владеет секретами нашего театрального дела. Вот недавно мы с ним участвовали в спектакле, в зум-спектакле для меня это совершенно что-то новое, верно, дань нашему новому техническому веку. Это была пьеса Ирины Чайковской «Звёздные мальчики», и когда мы создали этот спектакль, показали его, мы решили, что… Я, например, для себя решила, что надо отдыхать. Но это абсолютно не история Казинца, потому что он тут же предложил делать что-то следующее. Он остановиться не может. Это замечательное качество. Если можно сказать «Рыцарь», то Казинец – это «Рыцарь театра». А какое у меня было с ним замечательное партнёрство в нашем спектакле «Волк и Овцы» по пьесе Островского. Он играл Чагунова, я мужа Завецкую. Два жулика, обтяпывающие свои жуликоватые дела. И если бы вы видели даже фотографии спектакля, передаёт с какой тщательностью, как серьёзно они планируют очередную аферу. Партнёрство с ним, с Борисом Михайловичем, было совершенно уникально в этом спектакле. Получали огромное удовольствие. Надеюсь, что и зрители. Судя по реакции, да, и зрители тоже. А ещё мы с ним встречались с Борисом Михайловичем в Грузии, куда приехали оба на юбилей русского театра имени Крепиоедова. Меня пригласили поучаствовать в открытии мемориальной доски моему отцу, режиссеру Робру Паховскому, которого этот театр в 50-е годы, после того, как папа приехал из сталинских лагерей и приютил. Его этот театр приютил, дал ему возможность начать работать. Он там поставил несколько замечательных спектаклей, память о нём до сих пор жила. А Борис Михайлович приехал как человек, который много лет отдал этому театру, который привёз удивительный моноспектакль. Мне о нём говорили люди, которые его видели. Я приехала, к сожалению, на следующий день после показа. Говорят, это было очень здорово, всем безумно понравилось. Ну что я могу сказать Борису Михайловичу? Такой срок на сцене. Это замечательно. Я ему желаю здоровья и много-много-много-много интересных проектов. Я думаю, что их у него будет ещё немало. И, может быть, мы будем участвовать. Некоторых из них вместе. Для меня это радость и удовольствие. Спасибо. Борис Михайлович, дорогой мой. Спасибо. Спасибо. Вот, видите, так исчерпывающе она рассказала о вас, что даже уже мы всё про вас поняли. Борис Михайлович, вы знаете, у нас осталось... Друзья мои, у нас осталась одна минута. Но у нас есть и стихотворение Бориса Михайловича, и есть ещё фантастическая капля мёда. Это поэма Аванеса Туманяна в переводе Маршака. Мы обязательно это всё вам покажем. Борис Михайлович, я хочу вам последнее слово. И я присоединяюсь ко всем пожеланиям Анны Варпаховской. Так что скажите нам на прощание пару слов. До следующей встречи. Даже на прощание я хотел бы сказать. Ну, будем встречаться. Ну, будем работать. Будем... Пусть всё будет. Пусть будет мой вот... Это Цария Лейб из спектакля Бабелевского. Говорил, пусть будет хорошо. Да. Пусть будет хорошо. Спасибо, Борис Михайлович, дорогой мой. Благодарю всех-всех-всех. И особенно моих всех женщин-актрис во всех театрах. Я хотел их перечислить. Не надо, Борис Михайлович. Анна Варпаховская, Ера Соловея, Алиадна Шенгилая, Аиза Высоцкая. У меня есть что рассказать ещё об этих людях. Спасибо. Спасибо, Борис Михайлович, дорогой. Мы вас желаем всего наилучшего. Всего доброго, друзья мои. До следующих встреч. Всего-всего. Борис Михайлович, вы меня слышите? Борис Михайлович. Борис Михайлович. Борис Михайлович. Борис Михайлович. Борис Михайлович. Борис Михайлович. Продолжение следует...